Африканская народная сказка. Жадная женщина. У одного человека было две сестры. Одна богатая, а другая бедная. Та, что была бедна, была так бедна, что у неё не было даже куска материи, и она ветками привязывала себе на спину ребёнка. Жила она сбором листьев и их продажей. Однажды, как обычно, женщина пошла в заросли за листьями и взяла с собой ребёнка. Положила его на землю, а сама ушла. Пока её не было, обезьяна унесла малыша и села поиграть с ним на вершине дерева. Женщина вернулась, не увидела ребёнка на месте и громко закричала, а обезьяна, забавляясь с ребёнком, прыгала с ветки на ветку. Вдруг малыш заплакал, и мать заметила их на дереве. Тогда женщина запела, а обезьяна начала плясать и стала по дереву спускаться всё ниже и ниже. Мать всё продолжала петь, а обезьяна понемногу спускалась к земле. И вот она с ребёнком в руках встала на землю, вернула малыша матери и спросила её, как же так получается, ты такая прекрасная певица, а каждый день приходишь сюда за листьями. И женщина ответила, я такая бедная, что только этим и кормлюсь. Тогда обезьяна сказала, иди этой дорогой и увидишь маленькую тропинку налево. Пойти по ней и немного погодя увидишь дерево с многочисленными плодами. Одни плоды будут кричать, возьми меня, возьми меня, ты их не трогай. А возьми только тот, что молчал. И женщина всё сделала так, как советовала обезьяна. Плоды просили, возьми меня, возьми меня, но она не тронулась к ним, а взяла только тот, что молчал. Потом она вернулась и рассказала всё обезьяне и показала ей плод. И обезьяна велела, когда придёшь домой, запрись в комнате и разрежь плод. Добралась женщина до дома и сделала так, как ей было приказано. Внутри плода нашла она много денег и одежды. Разделила женщина всё на три части. Одну часть отдала брату, другую сестре, а третью взяла себе. Но богатой сестре того, что она получила, показалось мало, и она сказала, не беспокойся, я знаю, где ты достала это, я пойду и добуду всё это себе сама. На другой день она сделала так. Взяла ребёнка с собой, углубилась в заросли, бросила материю и взяла ветки, чтобы привязать ребёнка, как это делала бедная её сестра. Затем положила малыша на землю и стала бродить в зарослях и срезать листья. Обезьяна в это время не было, но когда она вернулась и увидела ребёнка, то очень удивилась и сказала себе, неужели эта женщина так неблагодарна? Она должно быть очень жадная. Нужно всё-таки узнать, почему она вернулась. Обезьяна унесла малыша, и женщина запела, как и первая. А обезьяна спустилась на землю, отдала женщине ребёнка и спросила, тебе мало вчерашнего? Богатая женщина не хотела признаться, что вчера приходила другая женщина и ответила, да, мне мало, я хочу ещё. Когда женщина посоветовала ей так же, как и первой, брать только те плоды, которые молчат. Но когда женщина добралась до дерева, она подумала, хотела бы я знать, за кого меня принимает эта обезьяна, я не так глупа. И она собрала плоды, которые просили, возьми меня, возьми меня. Потом вернулась и показала их обезьяне. И обезьяна велела ей пойти домой и разрезать плоды. Женщина сделала, как ей было сказано. Но когда разрезала плоды, то нашла там не золото и одежду, а оттуда повыскакивали хищные звери и повыползали змеи и принялись её кусать и жалить. Вот почему никогда не следует жадничать. И уж если дали тебе что-нибудь, будь благодарен и за это.